здравствуйте дорогие друзья меня зовут никита гераченко я врач хирург ортопед жизнь наша стала ленивой потому что много появилось гаджетов которые за нас работают вот может быть и думают за некоторых людей есть самая страшная вещь последних 20 лет это гиподинамия это ужас появились машины такси и службы сервиса и все сводится к тому чтобы уменьше двигались сидим в офисе лежим на диване и выходим в торговый центр в кинотеатр все в общем чтобы меньше двигаться сделано это плохо очень плохо потому что гиподинамия приводит к заболеваниям суставов куча исследований проведена много очень не будем цитировать их много который подтверждает статистическую взаимосвязь между болезнями суставов гиподинамии но не только суставы просто про свою специальность говорю если человек мало двигается у него происходит жировая дегенерация мышечной ткани мышца превращается в жир а жир не сокращается как вы знаете стабильность сустава при мышце которая наполовину состоит из жира абсолютно другая если вы начинаете больше двигаться у вас больше болеть начинают суставы поэтому хорошим средством профилактики гиподинамии является приобретение велосипеда бегать конечно хорошо тоже по утрам и вечерам но это для большинства людей тяжело бег это неудобно для многих многие начинают заниматься а потом заканчивают резко что нельзя сказать про велосипед если у вас есть велосипед он правильно настроенный вы катаетесь во первых больше по расстоянию можете позволить себе проехать во вторых то более безопасно и на самом деле более биомеханически эффективно для мышечным для мощного корсета поэтому велосипед это очень хорошее средство борьбы с гиподинамией даже 7 километров в день на велосипеде а это на самом деле это мало и просто будут позволять вам поддерживать суставы в отличном состоянии это осенне-весенне-летний период если не брать любители зимнего катания если вы будете раз три в неделю кататься то с большой долей вероятности болезни суставов вам будут не страшны будет меньше вероятность того что остеартрит разобьется любое принятие решения начинается с анализа проанализируйте сколько вы тратите на такси времени средств сколько вы общественным транспортом пользуетесь посчитайте расстояние от работы до дома в километрах если трасса позволяет попробуйте на велосипеде ездить на работу даже если дождь идет накинули дождевик едете на работу и оздоравливаетесь это отличная рекомендация это жители больших городов постарайтесь выйти из порочного круга гиподинамии покататься на велосипеде это круто это очень хорошо про травмированных людей у кого травмированы колено вы зависит зависит от объема повреждения да и наиболее частая ситуация это травма мениска повреждения хряща и травмы связочного аппарата коленного сустава наиболее частое повреждение в коленном суставе это повреждение мениска что такое повреждение мениска это его разрыв мениска это полулунный хрящ который находится в колене между двумя костями и способствует созданию правильных условий для функционирования колена да потому что одна кость у нас голень плоская совершенно, как площадка, а бедренная кость у нас выпуклая. И вот чтобы выпуклое бедро в плоскую голень застыковать, природа создала мениски. Уникальные полулунные хрящи, которые защищают, во-первых, хрящ от избыточных нагрузок, а с другой стороны, они являются биомеханическим таким вот элементом в колене, как элемент шаровой опоры в автомобиле. И вот мениски бывают повреждаются. Повреждаются они по-разному. Есть травматические разрывы. Когда футбол играл в детстве, заломили тебе ногу, и потом она опухлая, и на корточке тяжело сесть. Это вот разрыв заднего рока, медиального, латерального мениска, разрывы по типу ручки леки, там их куча. И вот пациенты с разрывом мениска, они делятся на две группы. Есть пациенты, у которых болит мениск, а есть у которых не болит мениск. Как это выяснить? Если вы на корточке не можете сесть, больно вам, либо больно, либо вообще не можете, блокируется у вас сустав, по лестнице начинаете спускаться, болит. Это, скорее всего, патология мениска. Таким пациентам перед тем, как начинать заниматься велосипедом, нужно ортопеда посетить. Для того, чтобы выяснить, стабильный, нестабильный разрыв, ущемляется он или не ущемляется. Если он у вас ущемляется, он обязательно болеть будет. Если вы неправильно настроите седло и будете кататься с порванным мениском на велосипеде, вы себе хрящ, большеберцовые или бедренные кости протрете до дырки, и у вас будет проблема, которая называется артрус коленного сустава. Поэтому, если что-то у вас болит в колене, перед тем, как начать кататься, посетите специалиста и узнаете, можно ли вам или нельзя заниматься этим. Следующая категория пациентов – пациенты с разорванной передней крестообразной связкой. Передняя крестообразная связка – это очень важная связка, которая идет от бедренной к большеберцовой кости и стабилизирует коленный сустав вместе с задней крестообразной связкой от смещения передней к заднему. Когда связка порвана, по тем или иным причинам, это либо спортивная травма, либо вы неудачно в быту упали, поскользнулись. Есть две ситуации. Первая ситуация пациента с нестабильностью коленного сустава, которая себя не проявляет. Вот колено, есть болтанка в коленном суставе, но никаких болей нет и колено не припухает. При этом мышца, разгибающая колено, четырехглавая у вас хорошо развита. Если у вас полная амплитуда движений, ничего не опухает и не болит, пожалуйста, катайтесь. Велосипед только улучшит ваше состояние, состояние вашего колена, потому что велосипед – это отличный способ развивать четырехглавую мышцу бедра. Наверное, один из лучших, придуманный человеком. А если у вас есть симптоматическая нестабильность, колено болтается, пухнет, болит, не дай бог уж после нагрузок, не стоит вам заниматься велосипедом. Нужно посетить ортопеда и задать вопрос о том, нужна ли пластика передней крестообразной связки или не нужна. Следующая категория пациентов – это пациенты возрастные, которые были раньше травмированы, но мениски у них порядки, передней крестообразной связки в порядке, болеет хрящ. Колено болеет артрозом обычно, и болезнь хряща – это артроз, как правильно сейчас говорить, остеоартрит. Если у вас диагноз установлен рентгологически или клинически, но ничего не беспокоит, вас ничего не болит, пожалуйста, катайтесь. Но если есть боли, ограничения сгибания или разгибания в коленном суставе, если есть блоки коленного сустава, какая-то деформация, то перед тем, как вам начать заниматься, обратитесь к ортопеду и проконсультируйтесь с ним, можно вам это делать или нельзя. Потому что велосипед может как улучшить и помочь течению вашего заболевания. Полностью можно модифицировать течение остеоартрита коленного сустава, занимаясь велосипедом, правильно, и избежать хирургии и лечения в течение долгих-долгих лет. Ситуация обратная. Если у вас что-то болит, то период благополучия можно очень сильно сократить и попасть на стол операционный либо в амбулаторный кабинет для каких-то инъекций. Перед тем, как чего-то начать, нужно обязательно проконсультироваться со специалистом. Опять же, если болевой синдром есть. Если ничего не болит, пожалуйста, занимайтесь до начала болевого синдрома. Если заболит, тогда приходите. Всем желающим могу велосипед порекомендовать. Даже если у вас была операция по пластике передней крестообразной связки, если у вас эндопротез коленного сустава, одномышленковый, тотальный стейт, если у вас тазобедренный сустав заменен, занимайтесь велосипедом, только правильно настроите его, и вы будете счастливы. Во-первых, от того, что вы будете в социуме, если вот, допустим, брать пациентов после эндопротезирования коленного сустава, пожилые пациенты 65 лет. Эндопротез делается для того, чтобы пациент жил, и качество жизни пациента стало лучше, чем до операции. Не просто убрать боль, но и качество жизни комплексного лучше. Это комплексное понятие. Качество жизни – это и отсутствие боли, отсутствие эмоциональных переживаний, это ощущение себя в социуме. И вот велосипед может вам помочь. Если, допустим, с эндопротезом коленного сустава существуют определенные ограничения по бегу, по ходьбе, особенно в первый год после имплантации, велосипед может помочь вам увеличить расстояние, которое вы проедете. Допустим, по городу в Европу поехали на экскурсию, взяли велосипед, покатались, и у вас ничего не устает, не болит. Плюс вы постоянно занимаетесь реабилитацией послеоперационной, которая укрепляет ваш разгибательный аппарат, укрепляет ваши ягодичные мышцы, делая их сильными и выносливыми.